здравствуйте дорогие мои друзья и все-все кто заглянул на мой канал с вами я татьяна и вы на моем канале мир моих увлечений сегодня хочу рассказать вам немного о климатисах сейчас самое время обдумать какие растения вы хотите посадить у себя весной самое время обдумать все узнать о их характере я считаю климатис это такое растение которое должно появиться в вашем саду на вашем садовом участке в каждом саду найдется место где хотелось бы скрыть что-то посторонних глаз какой-то неприглядный забор строение климатис здесь вам в помощь он не только скроет какое-то место но и порадует вас такими нежнейшими цветами ваш сад изменится до неузнаваемости эти вьющиеся букеты красиво оформят вашу беседку и просто станут украшением вашего сада очень часто климатис встречает нас у калитки одним из первых он встречает гостей но все почему-то думают что он очень сложен выращивание но если выбрать правильное место растут они практически на любых почвах и уход за ними это муча подкормка полив конечно золота как они не любят кислую почву и правильно обрезка ну давайте все как как всегда по порядку по полочкам климатис это что это вот такая декоративная лиана и она вся усыпана множеством цветов самых разнообразных оттенков люблю немножечко сказать из истории так вот климатисы это они относятся к семейству лютиковых и родина их не азия и отличаются они своими высокими декоративными свойствами что все больше и больше появляется у нас в наших садах посадка и уход в открытом грунте даже для новичков не представляет особой сложности посадка климатиса возможно как весной так и осенью но желательно покупать саженец климатиса контейнере и все же лучше наверно сажать весной но это чисто сугубо мое мнение в этом есть несколько плюсов ли они ведь необходимо какое-то время чтобы укорениться и подготовиться к зиме поэтому для этого и весной и климатис который высажены весной и правильно к осени будет иметь хорошую корневую систему и весной конечно когда тепло солнышко руки сами хотят творить красоту желательно яму под посадку сделать конечно заранее чтобы земля осела вот на этом рисунке показана правильная посадка климатиса до посадки делаем дренаж можно и щебня гравия галька ну все что есть насыпаем потом слой плодородной земли делаем горочкой почву как показано на рисунке если у вас открытая корневая система и корни располагаем ну вот как здесь показано если же вы приобрели в контейнере такой саженец то слегка нужно снизу распушить ком земли для лучшей приживаемости добавляем обязательно залу и не менее двух стаканов в лунку также следует добавить полное минеральное удобрение и обязательно опору главное чтобы материал который был взят для опоры был прочным чтобы он смог выдержать тяжелое растение вы наверно слышали что корни климатиса любят прохладу а для этого необходимо притянить посадки климатиса каким-нибудь низкорастущим цветком однолетником например бархатцами они тем более будут предохранять от болезней а можно посадить хвосту она тоже будет отлично здесь служите от перегрева земли сам климатис любит солнышко то есть сажаем на солнышке его но возможно использовать и слегка затененное место что позволит сохранить яркость насыщенность цветков еще важный момент который необходимо помнить при посадке климатиса в яме лунку необходимо сделать так чтобы корневая шейка была на 8 10 сантиметров ниже уровня земли это важно и затем течение сезона необходимо подсыпать плодородную землю под основание куста под куст тем самым вы добьетесь образования дополнительных корней каждом между узле корни станут мощнее больше будет побегов и сам куст будет от этого пышнее для лучшей переживаемости следует прищипнуть сам побег климатиса землю вокруг посаженного климатиса обязательно нужно после полива замульчировать это защитит корни от высыхания и регулярно первое время поливайте чтобы корни всегда сохраняли влагу но цветку также вредно переувлажнение имейте это в виду идем дальше подкормка я уже сказала что при посадке полное минеральное удобрение необходимо внести да вообще считаю что в разные периоды нужно использовать удобрения определенных видов то есть азотосодержащие то во время роста весной калийные обязательно но во время формирования бутонов и нельзя применять удобрения содержащие хлор и фосфорные удобрения нужно применять после цветения красота и здоровье растения зависит не только от правильности ухода но и не менее важно подобрать растения предназначенные для климатических условий конкретного региона а благодаря разновидностям цветущим разное время появляется возможность любоваться цветением с весны до осени а как правильно ухаживать чтобы клематис выглядел пышным имел красивую форму это важно прищипывать подвязывать бороться с кислотностью почвы а для этого весной в конце мая полезно пролить клематисы известковым молоком 100-150 грамм гашеной извести или размерами размельченного мела на 10 литров воды но имейте ввиду во время цветения кустарники не удобряют то есть лианы кустарники тем самым вы в это время сократите срок цветения помните об этом еще есть тонкость поливе и она заключается в том что поливать в основании куста не следует поливать нужно на расстоянии сантиметров 30 от куста еще а климатисах можно говорить много еще ничего не сказала какие виды бывают климатисом укрывать или не укрывать их зиму как как размножить климатис отводками делением куста обрезка климатиса о болезнях но об этом будет вторая часть я думаю вы догадались да ну кому понравилось это видео подписывайтесь ставьте лайки комментируйте до новых встреч жду вас на второй части